Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об остановке брожения вина. Разберем причины, разберем что делать. Но это наиболее частый вопрос, который вы мне задаете. Наиболее частый вопрос, с которым сталкивается, ну так или иначе, достаточно большое количество виноделов. Первое, когда у нас возникает вообще подозрение на то, что брожение остановилось, нам нужно ответить на вопрос, а действительно ли оно остановилось, либо оно замедлилось. И вот сразу пример. Стоит два сусла, два будущих вина. Одно очень активно булькает. Если бы у меня была здесь перчатка, то она была бы очень сильно надувшись. Даже не исключено, что она бы разорвалась, потому что здесь процесс идет очень бурно. Вот такая пена, все очень идет активно. И второе, где, смотрите, уже никаких пенки нет, ничего особо нет. Но, обратите внимание, затвор стоит не в ровном положении. Процесс еще идет. И обращаем внимание на даты. Это поставлено 25.09, сегодня 28. А то поставлено 8.09. То есть там уже процесс идет к завершению, процесс замедляется. Это абсолютно нормально. То есть первое, нам нужно убедиться, действительно ли оно остановилось. Конечно, если вы используете затворы такого типа, то в принципе у вас таких вопросов не возникнет. Но если вы используете какие-то трубочки, которые куда-то опущены, резиновые перчатки, то вам кажется, что что-то идет не так. Значит, надо убедиться. Как убедиться? Например, если резиновая перчатка меняем на целую, натягиваем очень плотно. И смотрим, будет она надуваться или нет. Или наоборот, втягиваться. Вплоть до того, если узкие горлышко, некоторые используют презервативы, ничего страшного в этом нет. Натянули, посмотрели, идет какое-то движение, либо все осталось на месте. Обращаем внимание на поверхность. Хотя я вам показала, где бурное брожение, там большая пена, где брожение идет к концу. Но если присмотреться, где-то там могут быть небольшие пузыречки. В конце концов, можно даже в стаканчик налить и посмотреть, есть там какие-то газики или нет. То есть надо убедиться именно в этом. Еще как вариант, я никогда не пользовалась, но многие советуют спичку опустить, будет гаснуть или нет. Если гаснет, значит там еще идет выделение углекислого газа. И одна из особенностей процесса брожения. Сначала оно идет бурно. Вот сначала мы видим эту пену, вздувшиеся перчатки. Дней через 10. Сейчас мы говорим о брожении на диких дрожжах. Культурных я тут особо касаться не буду. Хотя определенные закономерности для них тоже будут. Там просто процесс идет более быстро. То есть первые дни у нас все очень бурно, все очень активно. Потом приблизительно на 10 день. Ну плюс-минус. Зависит от очень-очень многих факторов. Процесс начинает замедляться, перчатка начинает падать. Это нормально. То есть в первую очередь мы убеждаемся, действительно ли оно остановилось. Дальше. Если мы убедились, что брожение действительно остановилось, нам надо понимать, какой сейчас у нас уровень сахара. Сам процесс брожения, спиртового брожения, есть еще другое. Мы будем об этом говорить отдельно. Сейчас мы берем основные процессы. Значит, сахар, перерабатывается спирт с выделением углекислого газа. Нет сахара, нет брожения. Все понятно и логично. Значит, этот уровень сахара нам надо замерить. При этом мы ни в коем случае не полагаемся на свой собственный вкус. Потому что если мы пробуем и нам кажется, что сахара нет, это не значит, что его нет. Вопрос нашего восприятия сладости зависит от баланса сахара и кислоты. Так, например, сахар на уровне 9, нам может казаться, что его нет вообще. Сахар на уровне 5, нам кажется, все, сахара там нет абсолютно. Прибор показывает, то есть сахар есть. Даже если вы возьмете любую ягоду с куста, она вам может показаться сладкой. Не потому, что там высокий сахар, а потому, что там просто мало кислоты. И даже, допустим, изначально там сахар на уровне 14, если кислоты мало, вам будет казаться ягода сладкой. И наоборот, если кислоты много, при сахаре 17-18, может быть дальше больше, вам может казаться ягода кисловатой. И та первая с 14 вам покажется слаще. Поэтому мы ориентируемся исключительно на приборы. Эти приборы доступны, купить их можно. Идеальный вариант рефрактометр. Нет рефрактометра в любом хозяйственном магазине, хотя бы виномер, сахаромер. Да, он дает определенные погрешности. Ну и что, вам будет на что ориентироваться. Если даже сахара у нас нет, не надо тут же спешить его добавлять. Потому что нам надо понимать, какой сахар был изначально. Если он изначально был достаточно высокий, ну допустим 20, дрожжи весь его переработали, весь съели, у вас порядка там между 10 и 11 будет уровень спирта. Может вам этого уже будет достаточно. Либо у вас изначально был уровень сахара низкий, 14. Вы решили, что ну на ваш вкус же сладенько. Он перебродил, но крепость будет низкая, крепость будет между 7 и 8. Маловато такое вино, оно может в дальнейшем плохо храниться, потому что спирта мало. То есть надо знать вот эти изначальные параметры. Желательно их знать. И я очень много раз говорила об этом, что вот обзаведитесь приборами и меряйте сахар изначально. Это очень сильно облегчит вам жизнь. Ну когда приборы у нас есть, когда замеры есть, вроде бы все хорошо, все понятно. Но предположим такая ситуация. Почему-то вначале не замерили, не было приборов, не было возможности. Мы можем немножко ориентироваться на сроки, которые прошли. Повторю, немножечко. Потому что параметры разные, температуры разные, дрожжи разные. Может быть очень много чего разного и точного ответа, как бы достаточно, там всего-либо недостаточно, вам никто не даст. Значит, если побродило, допустим, 2 дня активно и потом остановилось, и уже сахара нету, то, скорее всего, его изначально было мало. Что делать в таком случае? Можно попробовать замерить спирт, но не вот этим бытовым виномером, сахаромером, потому что он вам покажет отсутствие сахара. А каким-то, ну, другим более точным прибором есть такой капиллярный виномер. По идее он должен показать, но честно, я им не пользовалась, поэтому как бы утверждать не могу. Если такой возможности нету, да, мы предполагаем, что сахара у нас было мало. Если мало сахара, получится мало спирта. Такое вино будет плохо храниться. Что делать? Ну, по-хорошему надо добавить сахара, чтобы это самоображение возобновить. Сколько? И вот это самый важный вопрос, и тут ответственность только на вас. Исходя из того, во-первых, какую крепость вы хотите получить. Ну, и, конечно, нам бы надо было на какие-то данные опираться. Опираться, собственно говоря, не на что. Можно, допустим, предположить, что у вас был приблизительно какой-то сорт винограда. Найти данные его в интернете, какая у него может быть сахаристость. И вспомнить, косточки были коричневые, либо нет. Если косточки были зеленые, значит, он своего сахара, скорее всего, не добрал. Если косточки были коричневые, скорее всего, но не точно, данные по сахару будут приближаться к тем, которые вы найдете в интернете. Исходя из этого, вы рассчитываете, добавлять еще сахар или нет. Приблизительно 10 грамм сахара на литр повышает сахаристость на 1%. Но уже этими расчетами вы занимаетесь самостоятельно. Если же ваше сусло бродило достаточное количество времени, неделю, две, может быть, три, то вполне нормально, что уже процесс завершился так, как ему надо было завершиться, и уже ничего с этим делать не надо. Все нормально. Но для того, чтобы действительно знать это, возвращаемся в начало. Почему я все время говорю, что сахар надо мерить? Когда мы его замерили изначально, тогда мы знаем, что мы получим в финале. С отсутствием сахара мы разобрались. Теперь касаемся второго вопроса. Мы сахар померили, и сахар у нас есть. Что же делать в таком случае? В таком случае первое, что нужно сделать, это задать себе вопрос. Что сделал я до вот этого момента остановки? Либо что происходило вокруг, что могло бы повлиять на этот процесс? Какие здесь бывают наиболее частые ситуации? Ну, разберем так по порядку процесса брожения. Сняли с мезги, брожение остановилось. Вспомним, что я говорила до этого про уровень сахара, то есть вот это мерим. Дальше, что могло произойти? В зависимости от того, как вы снимали с мезги. Если вы снимали, есть такой способ, когда мы берем какой-то сифон, шланг, так же, как мы обычно снимаем с осадка, засовываем под шапку, и так все красивенько сусилка снимаем. Это, конечно, очень классно, но существует определенное распределение дрожжей в толще вот этого всего нашего сусла, будущего вина. Больше всего дрожжей содержится в шапке. Меньше всего содержится в середине. Чуть больше, чем в середине, содержится на дне. То есть, понимаем, если мы так очень красивенько снимаем, это, конечно, очень здорово, но мы можем очень сильно уменьшить количество дрожжей. Через несколько дней оно забродит, потому что они там есть, просто процесс медленный. Но таким образом, если вы так делали, вот вам причины. В принципе, с этим можно ничего не делать, забродит. Например, прессуете мезгу, то вот прессовые сусла сбраживаются гораздо лучше, гораздо интенсивнее. Почему? Потому что масса дрожжей там больше. Дальше идем. У нас мы с миски сняли, у нас все хорошо бродит-бродит. Ну, мы прочитали много интернет-советов, что надо снимать сусадкой. Есть вариантов очень-очень много. Там кто-то снимает раз в неделю, кто-то снимает раз в две недели. Снимаем сусадка, брожение останавливается. Опять же, мы уменьшаем очень сильно количество дрожжей. Их много. Вот там, внизу, это раз. Во-вторых, там, внизу, содержатся для них факторы роста. Есть специальная технология, когда брожение специально замедляют. Называется биологическое азотопонижение, когда специально вот так вот снимают сусадка и поддерживают количество дрожжей очень большое, чтобы брожение шло медленно. Но это специальная технология. Поэтому не надо снимать сусадка до того момента, пока ваше брожение не остановится. Даже если после окончания брожения ваше сусло постоит на осадке, некоторое время, там, неделю, ну, даже две, ничего абсолютно страшного не случится. Особенно, если вы не добавляли туда серу. Если уже очень вам хочется снять сусадка, сделайте открытую переливку, то есть через горлышко. Единственное, мы это делаем для красных сусел, потому что с белыми немножко могут быть вопросы, хотя первую переливку белая так можно сделать. То есть через горлышко сама гуще осталась, часть гуще попала туда, и все нормально. То есть вот таким образом. Следующее, что мы могли сделать, и что могло привести к остановке брожения, это мы добавили сахар. Классический рецепт, который тиражируется в интернете, сахар, вино надо добавлять много, независимо от того, какое у вас сусло, да, и добавлять дробными партиями. Классическая наука о виноделии говорит о том, что сахар нужно добавлять либо сразу, при этом мы помним, что мы добавляем только в случае крайней необходимости, и только при условии строгих расчетов, либо после снятия с мезги, но не позже того момента, когда половина сахара будет израсходована. Почему именно так? Дело в том, что когда дрожжи расходуют сахар, и образуется спирт, у них начинают расти ограничительные факторы. Это и сахар, и спирт. И поэтому, чем больше накапливается спирта, тем дрожжам сложнее сбраживать последние порции сахара. И часто бывает, что остаются небольшие количества, потому что дрожжи уже не в состоянии это сбродить, им сложно, им не хватает каких-то еще других условий, других факторов, и они это не сбраживают. И вот если мы так, в конце брожения, ну допустим, уже у нас достаточно долго шел процесс, мы сахар добавляем, а еще в такой нормальной пропорции, мы этим же сахаром брожение просто останавливаем. И устранить вот это вот будет крайне-крайне сложно. Что можно сделать в таком случае? То есть если вы насыпали сахара, да, с одной стороны, могут запуститься те дрожжи, которые перерабатывают больше этого самого сахара, но они не могут запуститься ни сразу, некоторое время сусло может стоять, что плохо. Дальше самый простой метод, это идти в специализированный магазин, покупать спиртоустойчивые дрожжи и добавлять их. Причем дрожжи именно винные, в специальных магазинах, которые их продают. Никаких ни хлебопекарских, ни ничего-ничего. И даже простые винные дрожжи в обычных продуктовых магазинах не факт, что вам подойдут. То есть тут нужно специализированные и желательно достаточно спиртоустойчивые, потому что вы могли насыпать сахара столько, что, во-первых, даже небольшое количество в определенный момент могут блокировать работу дрожжей, а вы могли еще со всей щедростью насыпать сахара столько, что уже обычные дрожжи сбраживать ничего не смогут. Если у нас никакой возможности пойти в магазин, купить дрожжи нету, в таком случае нам может помочь. Что? Нам может помочь разведение менее сладким соком виноградным. Но, опять же, если он есть, если его нету, то тут уже я вам, честно, ничего не посоветую. Этих вещей стоит избегать и работать на предотвращение этой проблемы, а не на ее решение. Что еще может повлиять? Это резкие перепады температуры. Ну, вот, как правило, осенью, например, в нашем регионе так бывает. Днем, например, засветило солнышко, стало в помещении тепло, что за ночь температура несколько опустилась. Либо вот у меня, например, мне вечером прохладно, я в доме топлю камин, соответственно, температура поднимается, приходит утро, приходит день, становится достаточно прохладно. Дрожжи этого очень не любят. Они любят стабильную температуру. И в определенный момент, конечно, можно заметить, что, например, утром затвор водичка стоит на одном уровне, начинает солнышко пригревать, начинает в затворчике уровень подниматься, но оно такое будет замедленное. Можно немножечко помочь, сейчас расскажу, как, но перепадов температуры следует максимально избегать. Например, можно закутать бутыли в какие-то одеяла, чтобы вот этих перепадов было меньше. В коробке спинопласт. Ну, вариантов много, я думаю, что можете придумать. То есть наша задача минимизировать, насколько это возможно. И, конечно, в случае вот этих вот резких перевадов температуры, кроме того, что минимизировать, если что-то такое произошло, то можно в дальнейшем либо чуть-чуть подогреть, например, либо, может быть, наоборот охладить. Потому что если у вас было просто тепло, потом резко пришла жара, а сусло еще само по себе во время брожения разогревается, и температура поднимается выше 30-35 градусов, там уже брожение тоже может останавливаться, потому что слишком жарко. И, следовательно, вам надо будет подумать о том, как охладить это сусло, как перенести его в максимально возможное прохладное место. Но вообще старайтесь как-то делать так, чтобы оно было в максимально стабильных температурных условиях. Конечно, по возможности. И что мы делаем в таком случае? Ну, опять же, сахар мы уже разобрали. Значит, если у нас причина – это резкое уменьшение количества дрожжевых клеток, то, в принципе, через пару дней они нарастут. Хороший вариант. Идем в магазин специализированный, покупаем винные дрожжи, добавляем. Нет возможности пойти. Можно бутыль поболтать хорошенько, потому что дрожжи, как и многие другие микроорганизмы, они любят встряску. Не надо ее бесконечно колотить. Пару раз в день подошли, так поболтали. Это достаточно хорошо работает. Дальше. Если у нас эта же причина, либо причина перепада температуры, очень хорошо работает с резцом, но проверено. Отливаете буквально стаканчик. Небольшую кружечку нашего будущего вина сусла. Ставим в микроволновку где-то на минуту. Этого достаточно. То есть оно должно быть хорошо теплым, но не горячим. Буквально чайную ложку сахара туда засыпаете. Оно все шипит. Сахар растворили, назад бутыль залили и закрыли. Много проверено, работает очень хорошо. Также, как вариант, и в одном, и в другом случае можно сделать вот эту самую открытую переливку. То есть через горлышко перелить из одной емкости в другую. Дело в том, что в это время идет снабжение кислородом, а кислород дрожжам нужен. Это определенный фактор роста. Он не нужен в больших количествах. Но в небольших он все-таки необходим. И бывает, это очень хорошо работает. Вы вот так вот перелили, и тут же брожение завелось. Единственное, осторожность здесь нужна с белыми суслами, потому что там могут быть какие-то окисления. Но с красными суслами это точно хорошо работает. А если же мы пересыпали сахара, его слишком много, ну, тут я вам уже сказала варианты. То есть либо разбавление, либо специализированные винные дрожжи. Ну, иногда бывает так, что мы ничего не трогали, мы ничего не добавляли, не было никаких перепадов температур, ничего. Но брожение остановилось, сахара еще немножко есть. И при этом, при этом, мы понимаем, что изначальное количество сахара, оно тоже нормальное. Оно не избыточное. Потому что если у нас тоже изначально было очень большое количество сахара, то дрожжи его тоже могут до конца не сбродить. И это нормально. Как правило, дикие дрожжи сбраживают где-то до 12-12,5. Как правило, иногда бывает больше. Но мы ориентируемся именно на эту цифру. Так вот, если у нас остались такие вот последние сахара, то уже как помочь. Вот эти же два способа. Один с чашечкой, второй с открытой переливкой должны работать. В профессиональной литературе я еще встречала такой вариант, как добавление активированного угля. То есть, если добавить некоторое количество активированного угля, он забирает какие-то ненужные вещи, которые мешают дрожжам. И в таком случае сусло выбраживает полностью. Но, честно говорю, я этого не пробовала. Поэтому советовать я вам это не могу. Хотите попробовать, сможете попробовать. Но на каких-то небольших количествах. И понимаете, что если что-то пойдет не так, то вы были предупреждены, что этот способ не проверен. Да, в научной литературе он описан. Описывают это профессионалы. Но лично я не пробовала, поэтому об эффективности этого метода сказать не могу. На этом наше видео подошло к концу. В ближайшее время я планирую еще сделать один ролик по брожению вина, где я подробно расскажу, как что происходит. Потому что, если вы знаете, как идут процессы, нам гораздо легче ими управлять, нам гораздо легче на них влиять. Ну а на этом я с вами сегодня прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление каталога будет ближе к ноябрю. И мои контакты. До новых встреч!